Вот так я выгляжу с косметикой, а вот так я выгляжу без нее. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я хочу рассказать вам про вот это вот. Про розовую косметичку. Да, про мою розовую косметичку. Сегодня я покажу вам, какой косметикой я пользуюсь, что лежит в моей косметичке. И расскажу вам, почему я выбираю именно эти средства в каждодневном моем макияже, а не какие-либо другие. Так что присаживайся поудобнее, бери себе свой любимый напиточек. Чаек, кофеек, какао-йок или водичку. Кстати, что ты предпочитаешь? У меня тут, например, сегодня чай в кружке с совами. В общем, садись поудобнее и давай я тебе покажу, что находится в моей косметичке. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Тык. Включай в себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Это вот такое вот средство. Что это такое? Это мой солнцезащитный SPF крем с защитой 50+. Каждый слой макияж, неважно в какое время года, я обязательно начинаю с именно SPF крема. Кстати, все SPF крема, они очень-очень разные. И очень важно при выборе учитывать тот факт, чтобы ваш SPF крем не оставлял белой пленки на лице. Потому что, я думаю, если вы хотя бы раз в жизни ими пользовались, вы наверняка замечали, что некоторые SPF крема оставляют белую пленку на лице, а некоторые нет. И лучше отдавать предпочтение именно корейским SPF кремам, потому что они-то, как правило, вот эту вот белую пленку на лице вам не оставляют. Не шали. После того, как я наношу SPF крем, я где-то минут 5 или 10 хожу и занимаюсь своими делами. Я могу позалипать, например, в том же самом, в моем инстаграмчике. Да, кстати, пользуясь случаем, пока у меня высыхает SPF крем, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. У меня их, кстати, теперь целых два. Один, который вы уже давно знаете. И второй, это мой новый инстаграм, где я придерживаюсь следующей концепции. Я туда выкладываю свои фотографии без ретуши, без фотошопа, без какой-либо обработки, без фильтров. То есть я выкладываю туда исходники. Просто потому, что мне захотелось провести такой эксперимент и выкладывать в себя такую, какая я есть. Подпишись! Дальше у меня по списку идет мой тональный крем. В последнее время я предпочитаю использовать вот такой вот тон. Он находится в стике, и мне безумно нравится им пользоваться. На самом деле, это мой первый тональный крем в таком вот стике. И я вам честно скажу, когда я первый раз его получила, я думала, что он будет, ну, какой-то такой себе. Но в итоге мне безумно понравилось именно вот такое вот нанесение. Мне кажется, это очень удобно и очень здорово. Единственное, что вот этот тональный крем, он достаточно плотный, что, конечно, для некоторых людей будет минусом, если вам не нужно суперстойкое покрытие. Вот так вот. И я нанесла тон. Тон достаточно плотный. И мне это очень нравится, потому что на фото и на видео получается просто потрясающий эффект. К чему же я перейду дальше? Что тут есть вообще в моей косметичке-то еще? Хм-хм-хм. Ага! Средство моей нежной любви. BTS. One Love One Brow. Вот такое вот средство для бровей лежит в моей косметичке. Это косметика от BT21. Я снимала полноценное видео с обзором на эту косметику, поэтому если ты вдруг еще не смотрел это видео, то обязательно после того, когда смотришь это, посмотри видео про этот косметоз, потому что даже если ты не любишь BTS, даже если ты не знаешь, что такое вообще BTS, эта косметика заслуживает твоего внимания. А я пока что воспользуюсь вот этой вот классной тушью для бровей. Я не слишком сильно запариваюсь с моими бровями, потому что в повседневной жизни я предпочитаю их просто чуть-чуть накрасить, и мне этого более чем достаточно. Потом в моей косметичке лежит вот такая вот вещь. Это палетка с консилерами, и этой палеткой я пользуюсь для того, чтобы убирать какие-то, возможно, синяки под глазами или неровные цвета на моей коже, если таковые не выступают по какой-то причине. Поэтому сейчас я вам продемонстрирую, как я это делаю. При помощи вот этой вот палетки и вот такого вот формата кисточки я наношу немножко этого цвета и вот этого, то есть смешиваю их для более естественного эффекта, и наношу прям вот сюда вот. Немного крылья носа тоже. Следующим этапом я достаю мою пудру. И вот здесь вот я хочу рассказать вам о моей нежной любви вот с этой вот пудрой. Это японский бренд Canmake. Обожаю его просто невероятно. К сожалению, если честно, его достаточно трудно найти в России, только если заказывать куда-то из интернет-магазина. Но поверьте мне, если вы однажды попробуете вот эту пудру, вы, скорее всего, просто будете в полном очаровании и восторге. Мне нравится то, что она достаточно матовая, но при этом она очень классно держится, не скатывается и вообще и посвечивает такой, знаете, эффект аля фотошоп. Но я думаю, вы это сами сейчас все прекрасно видите. Если вы смотрели одно из моих предыдущих видео про лайфхаки для макияжа, вы наверняка помните и наверняка вы знаете связь между вот этим вот и вот этим вот. Казалось бы, это тени, а это керлер. Но что между ними общего? А вот что, смотрите, я набираю мои тени, кстати, да, в моей косметичке лежит палетка от Gigi Hadid от Maybelline, вот такая вот. Мне очень нравятся цвета, которые в этой палетке, но мне очень не нравится, что у нее нет зеркала, но при этом у нее очень приятный размер, у нее очень приятные оттенки, поэтому она входит в число моих косметических фаворитов, которые лежат в моей косметичке. Так вот, нанесла тени на кисть, наношу керлер на глаз, оп, вот так вот прикладываю и теперь просто вот так вот тушую тени. За 2 секунды сейчас будет идеальная растушевка, смотрите внимательно. Оп, получилась совершенно идеальная растушевка теней. Если вы даже очень скептически относитесь к лайфхакам, реально обязательно попробуйте, а потом напишите мне, у вас получилось или нет. Мне всегда очень хочется что-то придумать для моих любимых подписчиков, что-то очень классное, очень интересное и реально, как бы, ну, показывать вам какие-то классные такие вот фишки. На этом макияж век у меня закончен. Собственно, все, больше даже ничего не хочу добавлять. Теперь я беру тушь. Тушь у меня вот такая вот, это тоже, кстати, внезапно Maybelline. Она выглядит вот таким вот образом. Почему мне нравится именно эта тушь? Конечно, к ней я привыкла далеко не с первого раза, потому что она очень специфической формы, типа, как, знаете, как крылышко, но оно реально супер-классно удлиняет ресницы. Смотрите. Глаз с тушью и без туши. Я думаю, вы видите разницу. Даже не буду спрашивать, как вам больше нравится, потому что, ну, наверное, ответ очевиден. Очевиден же. Кстати, знаете, что мне очень интересно? Мне очень интересно узнать, а какой косметикой пользуетесь вы? Может быть, у нас даже есть какие-то общие косметические фавориты, но даже если нет, напишите несколько ваших самых любимых косметических средств в комментарии. Посоветуйте друг другу. Я уверена, что вы плохого друг другу не пожелаете, поэтому это было бы очень полезно. Дальше в моей косметичке лежит вот такая вот палетка для контурирования. Это, кстати, Beauty Bomb. Мне особенно нравится вот этот вот темный оттенок. Он прям очень классно работает. Смотрите, какой он яркий. Видите? То есть, это средство за свои не очень большие деньги, оно действительно очень классное и заслуживает внимания. Когда я первый раз воспользовалась этой палеткой, я, честно, не ожидала даже чего-то необычного, но была очень сильно удивлена в хорошем смысле слова, потому что она действительно супер классная. Собственно, контуринг я делаю по тем линиям, которые я прям сейчас вам показывала. Это повседневный мой вориант. Дело близится к концу, но это не значит, что... Дело близится к концу, но это не значит, что еще конец, я не знаю. Простите, но все хорошо. Я трезва. Правда трезва. Просто у меня хорошее настроение, и я хочу поделиться им с вами. Хотела показать сердечко, показала какую-то хрень. Такс. Дальше в моей косметичке лежат вот такие вот два средства. Первое и... Бам-бам-бам! Второе. Это, кстати, тоже BTS, а это не BTS, но от этого оно не хуже. Хотя нет, хуже. В общем, это средство Say Mool, но я не уверена в том, что я правильно произношу название. Это средство BT21. Это кремовые румяна. Мне они очень сильно нравятся, и я их использую, когда мне хочется более такого, знаете, естественного, но очень нежного эффекта. А это сухие румяна, и их я использую, когда мне хочется чего-то более яркого, потому что, обратите внимание на их цвет, он прям такой кукольно-розовый, и мне он безумно нравится. Румяна я, как правило, наношу вот таким вот образом. Мне нравится наносить их именно на сколовую кость. По-моему, это выглядит просто очень мило и, если честно, даже потрясающе. Немного наношу на подбородок, на нос. И вот, собственно, с этим у нас все. Честно скажу, когда я их покупала, я покупала только потому, что я увидела вот эту вот очаровательную пуховку. Уж очень она была милая, и я такая подумала, ну, блин, я не могу пройти мимо настолько милого пушного маленького пуха. И купила ее. И, если честно, это была одна из немногих покупок, которые я купила только ради внешнего вида, которые мне реально понравились. Потом я даже узнала, что эти румяны считаются каким-то корейским бестселлером, и была такая очень довольная. Кстати, по-моему, они стоили 390 рублей, и я пользуюсь ими, по-моему, уже целый год и достаточно часто. И такое чувство, как будто я их открыла только вчера. По-моему, средство вообще не кончается, бездомное какое-то. И дальше еще одно средство, которое находится на косметичке, это вот такая вот помада. Она состоит из двух частей, более темный оттенок и более светлый оттенок. Мне безумно нравится эта помада, потому что, смотрите, какие здесь классные цвета. Этот более темный и более светлый соответственно. По настроению можно выбирать, например, какой ты хочешь сегодня цвет, и очень здорово это. А еще у них есть концепция, типа вот это для дневного макияжа, а вот это для вечернего. И мне безумно нравятся такие пасхалки, я их просто обожаю. Сейчас хочу накрасить губы более светлым оттенком, а вы заодно зацените цвет. Как вам цвет, нравится? Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, лойсы, классики, пальцы вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, тык, включай себя в давление о публикациях. И всем спасибо за просмотр. Я всех люблю и всех целую.